Все пропало, все пропало. Со свечкой? Что было в холодильниках, все пропало. И что со свечкой? Свечек он закупил, сходил сегодня опять. Фонарик купил, вот не знаю, на сколько хватит. Ужин, ванны и вечерние разговоры при свечах для жителей 4-го подъезда дома на Георгии Исакова 113 – не прихоть, а неизбежность. Уже полторы недели люди живут во мраке. После пожара в квартирах до сих пор стоит запах гари. Также пахнут вещи в шкафах. У многих и стены в копоте. Все горело тут, внутри там все, сварка кругом, грязно все. Полторы недели жильцы дома пытались добиться возвращения света в квартиры, связывались с управляющей компанией и городской администрацией. Проводку замкнуло в счетчике на первом этаже. Так и начался пожар. Вся электросеть в доме была признана аварийной еще в 2013 году. К 2022 по решению суда комитет коммунального хозяйства города должен был ее капитально отремонтировать. То есть по факту мы говорим сегодня о подвальном помещении и о той разводке системы электроснабжения по дому, которая идет от ВРУ до этажного счета. Все, что касается этажных счетов, того оборудования, которое в этих счетах размещено, а также разводки по квартирам, решениями суда не предусмотрено. Теперь вернуть светлые времена подъезда должна УК «Наш Барнаул». Так решили на общедомовом собрании. Сейчас организация взяла в кредит почти 200 тысяч рублей, чтобы протянуть новую электросеть. Но пока подъезд к этому не готов. В подъезде до сих пор пахнет гарью и все стены в копоте. Вот здесь даже видно, что ее пытались отмывать. Но капитально отмыть копоть придется из вот этой шахты и побелить ее. Потому что до тех пор, пока отсюда не уберут все провода и то, что осталось от счетчиков, к прокладке новой электросети не приступят. Это вот вычистить вот это, а потом вот это скоблить, все сказали. Если не будете убирать провода, мы вам ничего делать не будем. Вот так вот. Так сказано. А мы что понимаем? Мы старуху, мне 83 года. В управляющей компании обещают, что свет точно будет к 10 ноября. Такой срок поставили подрядчику. Впоследствии деньги, взятые в кредит на работы, потребуют с комитета жилищно-коммунального хозяйства города. В УК уверены, именно они ответственны за случившийся пожар. Дорина Милер, Николай Шилко. День с толком.